Всем привет! Сегодня у нас второй день после снятия ограничений И мы сегодня едем в школу второй день Хотел я вам показать то место, которое вызывает споры в соцсетях И довольно интересно, что есть еще одно, не похожее, а прямо точно такое же место в городе И полиция прокомментировала, как его нужно правильно проезжать Совсем по-другому Довольно интересно Время у нас сейчас, сейчас посмотрим У нас 7.30 7.30 сейчас и мы с вами двигаемся по Нарскому шоссе Довольно тяжело, конечно, было вставать В 6.20 мы встаем, чтобы успеть проснуться, так скажем Потому что первый урок начинается в 8 утра Школа находится, ну если в километрам, как сказать, километражном расчете Она находится в километре с лишним Но пешком до туда очень неудобно идти Потому что дороги такие, как сказать Ну весь маршрут он такой извилистый То есть нельзя по прямой, так скажем, дойти до туда Принцип выбора школы, он в принципе такой же То есть не выбора школы, а сам процесс ходатайства о месте в школе Такой же, как и в России Выбираете несколько школ Выбираете несколько школ И потом уже департамент решает, в какую вас определить Мы выбрали две, по-моему, не три, а две школы эстонских Одна вот здесь недалеко Вот буквально слева, там во дворах Хотели туда вообще пойти Но департамент сказал, что та, в которую мы сейчас, собственно, фактически ходим Она гораздо ближе Типа они считают по птичьему полету Как-то так это официально звучит Ну и вот Но сначала я, конечно же, немножко расстроился Потому что та школа, которая здесь недалеко находится Она так выглядит, как более посовременнее А в тот, в который мы фактически попали Вроде как такая старенькая Но это единственная школа Из вот Из, ну не то чтобы бесплатных Из обычных школ, так скажем Которые есть бассейн Сам процесс именно вот Ходатайство я в каком-нибудь другом видео запишу Потому что, повторюсь, там есть что рассказать Процесс довольно специфический У многих людей он отпугнет Это особенно русскоговорящие Потому что большинство людей, конечно же Из русских семей Все-таки своих детей отдают В русские школы Или в классы с погружением Блин, магазины открыли Я вот не знаю Вот есть один такой магазин Тут называется Депо Я думаю, что может быть Как-то это самое Съездят туда Думал утром Но Не знаю Сейчас так вот Довольно плотно на дороге Как мне кажется Поэтому я не знаю Стоит ли туда ехать сейчас Или нет Или просто За полчаса до закрытия Вечерком сгонять Потому что, как вы видели Что часов в шесть Уже так довольно спокойненько Едется Едется Дилерский центр Toyota Мы проехали Мой дилерский центр У Subaru Находится в другом конце города С очень удобной парковкой Очень маленькой Там полно машин Вечно стоит Потому что они так же Продают БУ машины Так скажем С пробегом Вот А здесь Toyota Здесь большущая парковка Также приезжаешь Просто кидаешь ключи на стол Этим чувакам Например Ну вот я туда Сюда езжу Колеса менять Потому что Без разницы Где-то в дилерском центре Или не в дилерском Я менял колеса Как в дилерском центре Так Не то чтобы шарашки на конторе А просто вот В конторе Которая специализируется На замене шин И все вот такого И так же вот менял Вот здесь в Toyota В Toyota мне оказалось Как ни странно Дешевле С хранением У меня там вышло 85 евро У меня Каким меня 17 диски Да 17 диски И плюс хранение Да Вот сезон Короче Все в сумме вышло 85 Как ни странно В Skoda Это бы У меня обошлось Гораздо дороже Так Как эта улица Называется Блин Я не помню уже Усмусар Не, не помню Не буду брать Здесь тоже два таких довольно Ну, маршруты Один чуть-чуть Побыстрее Другой Вот Тот По которому Мы едем Я стараюсь В плотную Этот самый В плотную движуху Не совершать Левых поворотов Когда вот Со двора Мы вылежаем Ну, как сказать С нашей жилой зоны Все плотное движение Я не знаю Я пока Не настолько Офигист Чтобы только Тупо ждать Когда Будет возможность Повернуть Поэтому я Это Опять же Мы никуда же Не обаздываем Блин Высунулся Автобус Видела Так, это у нас По-моему Музыкальная школа Или школа По интересам Впереди Стоит Или может рискнуть Съездить В 8 утра После вот Школа Рохилина Пиалина Зеленая столица Да, это вот мы С вами Недавно Вот оттуда Поворачивали Где встречка Сюда направо Так Еще проехали с вами Клинику Медикум Государственная Тут такая небольшая Не то чтобы Промзона Слева от нас Всякие склады Базы Всевозможные Находятся там В одной из них Я Менял Как раз таки Колеса Ну что-то я передумал Как-то они слишком быстро Все Поменяли Буквально там Минут за 15 Вот я Че-то это Как бы я подумал Слишком хорошо Но Вообще дорого Я почему-то Решил не ездить Потому что Дороговато Потому что У меня Сколько 4 евро Ёлки-палки У дилера Даже Дешевле Стоит Вот сейчас Мы с вами Подъезжаем К тому Весьма Специфичному Месту Я знаю Для кого-то Ну естественно Кажется Довольно просто Там проезжать Че там Сложного Но У некоторых Людей Возникает Сложность Вот нам С вами Направо Надо Горит Зеленый А если бы Горел бы Красный Надо стоять Вот Стоплиния А многие Все равно Поворачивают Да Полиция Тут Мы паркуемся У Здания Полиции Потому что Вообще За исключением Центра города В основном Ну вообще В другом В остальном Таллине Парковка Бесплатная Если это Не запрещено Каким-либо Знаком Но знаки Везде Вот полиция Справа От нас Давай Как-то Поедешь Можно Прямо Не опоздали Каким-либо Сотрудников Нет Вчера Во сколько Мы здесь Были Вчера Мы здесь Были А Почти в 9 Здесь Уже Много Этих Машин Было Это Школа Была Ладно Сейчас Припаркуемся Все-таки В общем Передумал я Ехать В этот магазин Депо Потому что Все-таки Блин Не хочется Мне прям Толпиться На дороге С мужчинами Другими Этот магазин Довольно Популярный Он как Он по-моему Польский Вообще Считается И он там Как бы Смесь Алиэкспресса И всяких Других Дешевых Товаров Он Ну Считается Как строительный Типа Но я Хочу Туда Поехать Так как Там Памперсы Довольно Дешево Стоят Не просто Довольно Дешево А вообще Дешевле Чем Где-либо Вот Поэтому Думаю Поедем С вами На работу Заодно Покажу Вот этот Спуск С Спевческого Поля Который Меня Немножко Вводит Ступор Иногда Не то Что Ступор А Заставляет Определённым Образом Ехать Что у нас тут Народнозначный Сюда Левый Справа Машина Опускаем Еще Одна Чувак Слева Едет Ну да Я тоже Поехал То есть по идее Она должна была Меня пропустить Но Я Как сейчас Помню Уроки По Вождению Что она Типа На самом деле Ничего не нарушила Потому что Она Если вот Как бы Она воспользовалась Тем Что Я Вынужден По любасу Пропускать Машину Справа От меня Поэтому Она Может ехать Так Вот смотрите Мы поворачиваем И тут Например Если горит Красный То мы все равно Можем ехать Ну естественно Если там Пешеходов Нет Вот Но некоторые Поворачивают И стоят Так Зеленый Не Зеленый Поворотник Не включает Едем Так А нам С вами Надо Направо Опять же На улицу Смуля Которую мы Вчера По-русски Это правильно Сказать Испегли Так Машины Поворачивают Тетенька Не успеет И мы с вами Едем А нет Слушайте Все уже Здесь Поменяли Здесь было Здесь было Не то чтобы Перекопано Одна полоса Вот По которому Сейчас едем Она была Закрыта Надо было Левее По очень Узкой Такой Штучки Ехать О, слышите Это Это дождь Это просто Дождь Это вот Камушки Вот такая Шумка Шумка Когда я ездил На автобусе Здесь Как раз Мы садились На Атосталовку Которая впереди На автобус До дома Ну и слева Тоже Когда Из дома Ехали Довольно Неудобно Что вроде Две остановки Но такой Крюк Они делают И приходилось Долго И идти пешком Зеленый Вот Процесс Вообще Поступлением В школу Довольно Занятный Я на самом деле Настолько не хотел Связываться С чем-то подобным Что есть В России Вот И я на самом деле Когда подавал заявление Я прям Ожидал что Ну все будет здорово Совсем другой Опыт Да Опыт совсем другой Но Система Блин Она одна и та же Понимаете Как бы Как бы там ни было В какой-то Другой стране Я уверен Что плюс-минус Позиция Позиция Специалистов Системы образования Она Похожа Если не такая же Когда мы подали Заявление Нас Нам Его нужно было Вручную Отнести в канцелярию И отдать Привет электронное Государство Да И Я принес заявление Я был тогда С ребенком вместе Чтобы Ну ей было интересно Какая у нее школа Понимаете Как На радостных эмоциях Мы пришли И Естественно Там никто По-русски не говорит Я по-эстонски Тоже считайте Не говорю И в общем Там тетенька Секретарь Сказала Типа Кому-то Что-то там Передала И Нас вызвала На беседу Я так понимаю Завуч Завуч вызвала И Начала сразу же Прочищать Мозги Вы Молодой человек Подумайте О будущем Своего ребенка Ей будет Настолько Тяжело Учиться В эстонской Среде Вы же Дома Не говорите На эстонском Ей будет Очень тяжело А перед тем Как туда пойти Мы вообще Делали запрос Департамент Образования Что Должна ли Школа Как-то Поощрять И Способствовать Пожеланиям Родителей И вообще Потому что Это вопрос Вообще По поводу Обучения Ну и самого Эстонского языка Ну и то Чтобы довольно Остый стоит Все-таки Это не один Из самых Популярных Языков Вот Я думал Что у меня Всеми силами Как бы Будут помогать Там Да-да-да Конечно Да-да Вот Все-все-все Но нет Завуч Прямо Она Прямо Внушала Что Ваш ребенок Вообще Будет депрессией Постоянной У нее Будут проблемы В обучении Вы ее Вообще Угробите Все ее Начинания И все Такое Ну вот Я в отказ Пошел Потому что Понимаете Я В Санкт-Петербурге Я работал В этой же Сфере С 2010 По 2014 В 2014 Я работал В психбольнице Патопсихологом Я работал В школах Также Я прекрасно знаю Как эта система Работает И я эту фишку Сразу же Просет Что Эти товарищи Все Естественно Хотят Чтобы все Было Как бы Попроще Для них Понимаете Вот Нет Я стоял На своем Она все Мне Прям На меня Смотрит Как на Мудака Как вы так Бросаете ее На Растерзание Системы Даже позвала Соцпедагога Сейчас Погодите Вот это место Автобусная полоса Справа Я вот По идее Многие Перестраиваются А я вот Сейчас Перестроюсь Вот она Закончилась Сейчас Объясню Многие Гораздо Раньше Перестраиваются И едут То есть Как бы Они обязаны Вот здесь Свернуть Вот Направо По правилам Дорожного движения Но они Не сворачивают И едут дальше В итоге Вот этот участок Слева Надо Ущемиться Поэтому Очень волнительный Момент Но никто из нас Ничего не нарушил Так вот Вернемся К нашим Птичкам Позвала Социального Работника Она конечно же Так знаете Как Добрый полицейский Она Более Как сказать Так Настроена На контакт Да 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 Что то там Они нам Внушали Чтобы Если вы хотите В нашу школу Идти То может Выберите Тот самый Типа Подготовишку Типа И Через год Только пойдете В школу Типа А этот год Типа Просто Походите К нам Позаниматься У нас Там Есть Учитель И все Такое Типа Она Вот Это ее Специфика И все Такое Стали Какие-то Примеры Рассказывать Рассказывать Со школ Типа Ну С этой же школы Что там Кто-то у них На второй год Остался Там Постоянно Отстает И все Такое Но это для меня Знаете Это как бы Ну Вообще Нифига Не пример Потому что Все дети Разные Ну Это Не надо Быть Семи пяди Во лбу Я сказал Что Типа Нет Ребята Давайте И они Начали Как бы По-эстонски Говорить С С ребенком Типа Мисонте Ними Как тебя Зовут Типа Она Естественно Как бы Напугается Но она И не знает И Начинает Давить Давить Вдвоем И я Так Это Через буквально Минуту После этого Говорю Так 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 Я вам Скажем Что Уважаю Но Давайте Вы не будете Как бы Тестировать Моего ребенка Как бы Прямо Сейчас Я Не совсем Понимаю Чего вы Хотите Добиться Как бы Они Так Ну Вот Видите Она Не знает Я говорю Ну Так Мы Сделаем Все Возможно Я Где-то Раз Пятьдесят Об Это Скал Мы Типа Сделаем Все Что От Нас Зависит Для Скорейшей Интеграции Общества В Образовательную Среду Вот Естественно Они Не могут Отказать У меня Тоже Был Не то Чтобы Козырь Там Типа Если бы Они Начали В этом Прать Типа Нет Мы Не Можем Воспринять Там Все Так Естественно Я бы Уже Начал Говорить Что Пишите Официальный Отказ Они Не Могут Отказать Еще Раз Повторю Я Не Хотел Российскую В Русскоговорящую Школу Отдавать И С Погружением Потому Что У меня Есть Примеры Что Там Конечно Со мной Многие Не Согласятся Наверное 90% Но Этим Людям Ни С чем Сравнивать В Российской Системе Все Что Я Понял Что Там Один В Один С Тем Что Происходит Программа Немножко Другая Даже Если Посмотреть Что Происходит В Русских Садиках И В Эстонских Разница Очевидна Я Имею Ввиду Что Даже Сфера Финансирования И У меня Знакомые Работают И Тырят Там И Еду И Все Такое Понимаете Ладно Это Это Уже Больше Как Холивар В общем Мы Подали Заявление Нам Естественно Не Отказали Где Это В конце Августа Прошлого Года Пригласили На Общее Собрание Было Мы Посмотрели И Что Вы Думаете Из 30 Детей 14 Русскоговорящих Ну Поблажек Облажек Детей Сам Класс Руководитель Предложила На Такой Как Скать От Себя Ну На Добровольной Основе Вести Как Дополнительные Дополнительные Курсы Дополнительные Эстонские Язык Где Она Учит Азам Эстон Ну Эстонского Языка Потому Что Мы Хотя бы По-русски Знаете Понимаем Она Может Там По-русски Объяснить Но Там Есть Например Ребята Два Брата Они Вообще Из Пакистана Что Ли То 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 Все Здорово Самая Сложность Как Мне Кажется Так Рано Вставать Потому Что 6 20 Это Вообще Жесть Конечно Чтобы Восемь Утро Успеть Довольно Напряжно Потому Что К концу Недели Это Настолько Накапливается Что Вообще Жесть Вот И Да Чтобы Вы понимали Образование Самого Такое Довольно Ну Не то Чтобы Мощное Там Они Не просто Всякую Фигню Из Пластилина Лепят В первом Классе Уже Там Какие-то Абстрактные Понятия Проходят В математике Ну Конечно Не проценты Но Потом Может Запишу ролик Кому Интересно Покажу В общем Это я к тому Что Сами Вот Ну Задания Которые Они проходят В школе Домашнее Задание Оно Нужно Соображать Понимаете На Эстонском У ребенка Да Я не хочу Скать Что Она Прям Вундеркин Все Она Там Уже Как Круто Говорит Там И все Такое Но Да Проблема Есть Конечно Что Хотелось бы Конечно Чтобы Все Это Схватывалось Еще Быстрее Но Не нужно На детей Давить И Нужно Все Таки Верить Лучше Верь Лучше Готовься К худшему Вот Поэтому Я Все Рано Боюсь Радоваться Понимаете Она Учится Там Получается Да Основная Часть Но Сейчас Погодите Просто Хотел Сказать Что Нужно На самом деле С позитивным Настроем Понимаете Быть Серьезным Нужно Знать Что Ты Хочешь Вообще Если Ты Хочешь Как бы Сохранить Свою Культуру Как Вот Они Говорят Отдавать Русскоговорящую Школу Это Не Проблема Сохранить Культуру Дома Понимаете Я Вот Например Туда Реально Не Понимаю О Черт Там Давят Вообще Потому Что У меня Вот Офис Который Главный У нас Мюнхене Да И там Вообще Интернациональная Команда У нас Собственно Тоже Здесь Но Там Интернациональная Команда Там С Испании С Венесуэлы С Бразилии И У ребят Вообще Нет выбора Какая Русскоговорящая Школа Все В немецкую Пошел И учишь Язык Без Вопросов Тут Ж Как бы Знаете Эстония Это Такая Страна Которая Как бы Я Наверное Подробный Ролик Еще Как Ни Потом Запишу Они Не то Чтобы Там Косят Они Видно Что Как бы Хотят Быть Похожими На Европу Так Скажем Да Но Эстония В этом Плане Уникальная Страна Что У нее Все Свой Стержень Есть Но Вот Эти Вот Закосы Типа Вот Эта Кремниевая Долина Которую Я Показывал Даже Такой Бред Электронное Государство Это Вообще Это Просто Смех На самом Деле Не Только Мне Как Самому Айтишнику И тут Ежу Понятно Что Даже В России Как бы Я к ней Не относился Там Эти Конторы Гораздо Крупнее Там Гораздо Круче Опыт Блин Не надо К бабке Не ходи Блин Там Крупнейшие Корпорации С Крупнейшими Технологии Технологиями Вакансии Ну вообще Да Задница Блин А здесь Откройте Какой-нибудь Там Местный портал На вашу Там Профессию Джао Разработчик Там Кюэй Инженер Вообще Раз Два Три И обчулся Все Вот Офигенная Да Страна Так Рынок Он Какой-то Очень Тут Скудный В этом Плане Вот Электронная Вот эта Вся Фигня Типа Вот Государство Электронное У нас Все Там Серый Услуг Каждый год Подаешь Короче Этот самый Декларацию О налогах И что вы думаете Да блин Система висит Там Невозможно Выпадать Там Сайт Просто Грохается Вообще Могли бы Наверное Сделать Для того Чтобы показать Там Не знаю Хотя бы Своим Жителям Или тем Кто приезжает Кто получает Вид на жительство Здесь Кто тоже Должен Подавать Эту Декларацию Что у нас Система По крайней Работает Какой тут Кайло Тут жителей Всего Блин Миллион Триста Я Не знаю Может сделай Выборку Сколько Вообще Подает Эту Декларацию Не такой Уже Большой Господи Это ЭКОЛ Электронная Школьная Система В первые дни Когда заявления Все Надо подавать Тоже Грохнулось Я туда Три дня Не мог Зайти Вообще Капец Это же Залогиниться Нельзя было Это же Вообще Реально Смешно Чуваки Поэтому Это все Как бы Понимаете Закосы Так скажем Под Под какие-то Такие страны Типа там Не знаю Ладно Не буду Перечислять Так скажем Чтобы Не сесть Лужи Ну вот И по поводу Частоты Конечно же Да Это уже Совсем Все не то Хотя С другой стороны Знаете Я тоже В Мюнхен Когда поехал На Октобрафест У нас Ну У нас офис Там Каждый год Туда зовут Я нашел Все силы Полетел на самолете И конечно же Я там От центра Вообще Охренел Вот От главных улиц Там я пошел Там вообще Срач на срач На пипец Я так мечтал Всегда в Баварии Жить С двухтысячных годов Там за Баварию Волел Оливер Кан Рулит Все такое Но Это жесть В общем Ребята Подытожим Верьте в лучшее Верьте в себя Будьте позитивно Настроенными Но Хвост пистолетом Нос по ветру Держите В общем Все получится Потом запишу ролик Вообще Релокейте Я так думаю Потому что Не все так Сложно И невыполнимо В этой миссии Вот Так что Увидимся Субтитры Редактор субтитров